Клуб резьбы «Белая кость» представил отчетную выставку в Центре народного и декоративно-прикладного творчества. Художественная резьба – это вид искусства, сохранившийся с самых далеких времен истории человечества. Первыми мастерами по резьбе были первобытные люди, чему археологи не раз находили подтверждение. В России этот вид искусства распространен именно на Севере, ведь рок-оленя и коренные жители использовали для изготовления рукояти ножей, пороховниц, деталей оленей и собачьей упряжи. О тех, кто возрождает исконные северные традиции, расскажет Любовь Пермякова. И, например, известный у нас мамонт. И чем он отличается? Например, у нас есть такая сеточка у мамонта, узор. Какой рисуночек прямо, да? Да. Чем отличается рок-оленя от рога лося, например? Он более плотный, рок-лося. Рок-оленя более пористый. У него, видите, вот такие вот дырочки, да, сеточка идет. Татьяна Адаменко, руководитель клуба «Резьбы по кости», рассказывает о материале, который впоследствии кропотливой работы превращается в статуэтки, фигурки, обереги. Таких изделий на выставке немало – более 30. Несмотря на молодой возраст клуба, успехи у начинающих мастеров, по словам руководителя, есть. У нас занимается вот трое взрослых, например, да, людей. Вот Дмитрий Безумов, например, вот его работы здесь представлены. Он начал заниматься с декабря, но у него такие очень хорошие успехи. Он сразу пошел на малую скульптуру, то есть он начал делать не мелкие какие-то вещи, а вот уже конкретно стал заниматься скульптурой. Радуется руководитель клуба из-за успеха еще одной участницы – Марины Филипповой. Благодаря занятиям по резьбе из кости гардероб мастерицы пополнился новыми оригинальными украшениями. Делается на кожаном шнурке, можно одеть и вот как нужно вам, пожалуйста, зафиксировать выше, ниже, кому как нравится. Вот так, специально так сделано, чтобы можно... А что изображено, лапки какие-то, да, следы? Это следы медведя и волка. Ну, а тут рога оленей. Чтобы сделать такое украшение, по словам Марины, нужно потратить более пяти часов. Несмотря на тяжелую работу, Марина Валентиновна трудится с санитаркой в окружной больнице и большую семью, у начинающей мастерицы пять детей, она находит время для любимого занятия. Тем более, что спрос на изделия есть. Подруги, друзья, знаете, чем мы занимаемся? А заказывают вас, понимаете? Да, заказывают. Мы же продаем, на выставках участвуем, на всех городских... Но не только на городских и всероссийских выставках. Ежегодно наши окружные мастера выезжают на одну из самых масштабных международных выставок «Сокровища Севера». Денинские мастера уже получили признание публики. Вот и участники клуба «Белая кость» надеются пополнить эту копилку новыми наградами.